15 марта в субботу в выставочном центре «Крокус-Экспо» открылась крупнейшая ежегодная международная туристическая выставка «Интурмаркет». Одним из участников выставки выступила Федерация мототуризма России, работа которой направлена на развитие мотоциклетного туризма и его кластеров в Российской Федерации, а также дисциплины морали мотоциклетного вида спорта в системе «Спорт России». Необходимо отметить, что Ростуризма и Федерация мототуризма России договорились о заключении соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации. Сегодня мы подписываем соглашение с Федеральным агентством по туризму Российской Федерации, с которым давно связывает нас достаточно объемное сотрудничество, на тему продолжения нашего сотрудничества, развития въездного и внутреннего туризма Российской Федерации. Мы именно работаем на поприще мотоциклетного туризма, не трогай другие виды туризма. До нашей активности эта стезя была пустая и ниша была совершенно не занята. Он присутствует де-факто, де-юра был никак не оформлен. Мотоциклетного туризма не существовало, в то время как количество мототуристов в России измеряется десятками тысяч. То есть, как бы показать именно со официальной стороны, со стороны государства, что такой факт и такой инструмент имеет место быть, для этого и существует это соглашение. Что за этим последует? Ну, наверное, какие-то программы совместные с государством. То есть, нафилированные в государстве официальной организации, которая является Федерацией мототуризма России. Ну, какие-то другие возможности для русского мототуризма путешествовать за рубеж, путешествовать внутри. Образование. Мы работаем программным образованием мотоциклетных постов на территории Российской Федерации в субъектах. Сами по себе мы присутствуем в 42 субъектах Федерации, где у нас образованы нами региональные отделения. На сегодняшний день в Министерстве юстиции Российской Федерации проходим процедуру переоформления в общероссийский статус. Наша работа и наша ниша, которую мы стараемся занять в государстве, поможет всем российским, русским мотоциклистам путешествовать дальше по просторам нашей стороны, за рубеж, через океан и куда угодно. Президент Федерации мототуризма Сергей Семененко прокомментировал события на Украине и рассказал об отношении русских мотоциклистов к происходящему. Это ужасная трагедия, которая сегодня происходит на Украине. Но мы, безусловно, не можем оставаться безучастными к этому, потому что большого количества наших братьев и друзей, есть родственники, у меня непосредственно отец из Днепропетровской области, бабушка с дедушкой похороненной. И мы не можем, не то что безучастными, мы не можем оставаться пассивными в этой ситуации. Обливается сердце кровью, когда мы видим то, что там происходит. Это большая трагедия и русские мотоциклисты, наши братья, они все время проявляли участие в этой ситуации. И вот яркий пример недавний гуманитарный груз, который мы собрали совместно с правительством Москвы, Московской области, с главой Чеченской республики. И этот груз успешно дошел без эксцессов на территорию Крыма. Уже то, что мы собрали, поступило в распоряжение жителей Крыма. На месте работают и волонтеры наши, и члены мото-клуба «Ночные волки», и непосредственно энтузиасты из мото-движений разных. У нас огромное количество людей относится к этому вопросу как к своему личному. И поехали в Крым для того, чтобы оказать максимальную поддержку, я имею в виду поддержку, безусловно, моральную, да, моральную поддержку, поддержку гуманитарную жителям Крыма. То, что сейчас происходит, и наша позиция, мы, безусловно, поддерживаем идею целостности Украины. Никому не нужно, чтобы наш братский народ испытал на себе, не дай Бог, гражданскую войну, да. Все мы очень хотим, чтобы Украина оставалась в тех пределах, в которых она была, а решение крымского народа, ну, это решение крымского народа. Это покажет референдум, который будет проходить завтра, да. Мы относимся с пониманием к этому вопросу. Если большинство людей примет решение о отделении Крыма от Украины, еще раз повторяю, это их решение. Никакого давления ни со стороны России мы не видим, и, безусловно, наши люди также не агитируют к этому. Они находятся исключительно, ну, с целью поддержки простых людей. Потому что кто-то должен только успокоиться о том, чтобы были медикаменты в больницах, о том, чтобы люди получали нормальное питание и прочие вещи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова